Постарайся как можешь, как говорится изо всех сил. Мне так кажется, можно пулять, наверное, трешно. Походит уже. Четыре хилатута нужно. Ну и пончики. Ты знаешь, как она хилит? Во-первых, она не любит хилеть. Во-вторых, не знаю как хорошо, сама скажи. Что-то хилила. Во-вторых, хилила все хреновое, да? Не, ну она можно. Зачем бисово одетую сову спекать в хилла? А у нее хил тоже как бы охренеть как одет. О, она в нем хреновая. Чувствует себя. Да. Я ей вчера макросы дал на маус-овер. У нее мышка сломанная. И теперь, чтобы ей хилить, ей нужно на хеллботе навести над человеком мышку и тогда нажимать кнопку. Вот. Ну ты смотри, ты это самое. Если будешь хилить, то постарайся. Ты кошки на воду, стоит 100 рублей. А тактику знаешь на ОКХ? Пока бьем трэш. Самое основное. Это босс кастует 5-секундный каст. Называется Победение пламени. Самое основное, что нужно понимать. В конце этого каста, когда заканчивается каст у босса, из босса вылетают перья. И они летают в 5 случайных игроков. Но они не летят не в самих игроков, а в то место, где находились эти игроки в момент, когда закончился каст. То есть, чтобы не ловить это перо и дамаг, и стайка от лужи, которая появляется, нужно, когда каст закончился, уже перемещаться прыжками или бегом в другое место, где никто не стоял. И в этом случае не получишь дамаг и не получишь дебаф из лужи. Один дебаф, один стак. Это 20% к урону от огня. Это критично. Вот. Два таких каста босс делает. И из них потом вылупляет 10 големов. Эти големы контролятся. Там посмотришь. И идут к боссу. Их взрывают от босса. Но дело в том, что когда один взрывается голем, то на всем рейде появляется дебаф. 5 секунд там или сколько он. Ага. Если кто это забыл, то Герри, ОКХМ, ролик воронки, и Т5 там. Что там происходит? ВЕшки. Все. Я хлоп. Вот. Появляется дебаф. И если, допустим, два хлопнули, то там в процентах увеличивается урон от следующего такого хлопка. От следующего моба. Поэтому их взрывают по два этих мобов от босса. Посредством контроля. Корни, вихрь, бан, блоков, станы, откидывание совы. Вот это вся хуйня. Пока мы трэш бьем. Усилки в хп до 40 тысяч. 150, там 200. Желательно до 40 тысяч, чтобы ваши персонажи были. Тогда вы не подохнете на боссе с бюро. Как там лип первого хлопка. И все. Это на первой фазе босс, короче, внизу входит. На второй фазе на платформе босс летает к потолку и высылает трех маленьких, четырех маленьких фениксов на каждую из четырех платформ. Все, там танки распределяются. У тебя скажут, где стоянки. Еще есть проклятие на боссе, сейчас посмотрим. Скорее всего, следим. Балайк, ты так и хочешь миликов убить, да? Почему? Вытягивай, он от тебя его забирает. Я ничего не делаю сейчас. Ну, пали. Балайк, ты Балайк? Чего? Чего? Ты Балайк? А, нет. Мне показалось, Войк. Его слышно. Это, короче, Алар, он сложнее робота в два раза, а котенок на роботе там вообще изи, просто хилишь фуллбой и все. Чего? Да. Инди. Когда человек, который ни разу не хилил, говорит, что это видите? Ебать. Тот, который хилил на роботе, ага. А может, он бинтами хилил? Чего вы это? Валпроводствует нет. Честно скажу, робота я не хилил, но все остальное, кроме ЗСО к я хилил. Ничего. Всякие там, Телка, а Лесик, хорошо. Все мини-четырьмя хилилами. Последняя пачка осталась. Алар бьем, да? Котенок, ты же понимаешь, что если мы идем туда в шесть селов, то там Кизи хилил? Ха-ха-ха Так, точно в хилах будет котенок или может быть, блять, все-таки япончик? Чего? Я понял Вась, ничего не слышал А еще вопрос на засыпку, может быть, все-таки на Эликса в пати не к локам, потому что локи сам отхилы имеют, а вот совы и маги не имеют, как думаете? Ладно, так и быть Этот Коник Орелога сейчас Да, да Че, Лара, блять Да, начнем с Алара, короче говоря, килы у нас пятая группа и котенок Слева, на право платформа по танкам у нас, значит Первая, Войт Вторая, Монород Третья, Кават Четвертая, Блэк По хилам у нас будет Между первой и второй платформой у нас стоят Мосса, Шторм и Дар С Рэдом у нас Элбрил, Кирс, Котенок Дарт, ты и хилил уже тут, нет? Да Мы все жрем, чего Сопроты, билите из банка, кто это мне сделал Я пойду усилки скину Я, кстати, тоже сделаю это То есть, 150 закинул, я думал, что мы роботов О нихуя У меня 280 усилку Блэкгиллер, да, на первой фазе лужи в РТД Кэмп, на второй фазе ты танкуешь у Гулейка, охотиться рядом с Рэдом, соответственно, тоже там лужи по ситуации кидаешь Силы, меня вчера было трудно хилить, когда я под стаками знака Народ цени и спрашиваю По рейду было слишком мало отхил Чего было? Было мало отхила Короче, это да все кинул стамин Да, причем тут танки По рейду отхилов было мало отхила вчера Где мы втроем стояли, слабо отхиливался и поднимался рейд В связи с чем? В связи с тем, что мага надо хилить, да? Суманить? У меня тоже можно сумануть Я не знаю, в связи с чем Я как бы ДЦ Рейд поднимать мне Я вчера пробовал, но это очень тяжко С такой хостой 400 Ну смотри, сейчас на рейде будет котенок и кирс Ну сейчас увидим, что будет Ты консуман? Я не думаю, что один шаман сможет поднимать сходками друида Со счетами ДЦ Хрена узнать, что получится А, блять, у тебя так много Что ты бафаешь, Кават? Как всегда, Кават Си и МП5 Тотемы от огня не забудешь, Аман? А рыба стояла или не ставили еще? Не видел просто Еще не было Я сейчас поставлю Поставил Поставил Просто нам до взрыва мобов Нужно обязательно поднять весь рейд Ауру от огня какой-то паладин Наверно? Нет, нас только два По шаманам, каской Бафа нет Бафа нет Каска есть Бафа нет Бафа нет Бафа нет Гефка Неликс гефка чего не хватает Гефка что-то стоит Эх, крик на хп бы Гефка написал две минуты А это еще и без крика Скажите, я забыл покушать Скажите, я забыл покушать Гефка что-то там Гефка Гефка Аааа Аааа Сбил Там асистов, да? Там гефки, локот Да, все есть Все Все тут У нас Котенок да, я так понимаю, что еще Да Между первой и второй платформы у нас Моссор, Шторм и Дарт Остальные трое с Рейдом Моссор, Шторм и Дарт Моссор, Шторм и Дарт Ну ок, все Чек на пул Парада 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 Моссор Непосор там поддерживали 2 босса отведите у трейдер где тоже отойдите чего не видите где стоите у луке 4 6 8 7 висит к зону когда стоишь с правой стороны ты место для хилов которые отпрыгивают вправо готовить чтобы они прям лучше уходили там варлак у детей с хилами вместо отхватывал залогал локи как отвезти наше смотришь забираю забираю а я думал ее влоги да ладно давай пусть заходит вагов дедил пусть трое заходит пусть и дур держи ром парни цикландом все звезду отпускает минус одного лока идем так что иметь в виду под боссом двое пусть заходит за боссом контрольте пускай двое заходит пусть идут там двое пусть идут там двое 7 секунд выпейте сапро ты очень дохуел кого нет рейд очень слабо поднимается проведите дальше босса ко входу прям проводитесь забираем пусть звездочка идет япончика профил один за боссом двое страдает дзо пусть заходит пусть заходит отведите босс пусть идут там двое пусть идут там двое сейчас корни и трусы пусть заходит путь пусть обойдут хиллл у вас хиллбот забагался даже если одного забагалась это вай потому что он не сможет нормально хилить кто это такой вот этот декабрь какой-то новенький даже не в рейде а он вон из гильдии вышел уберите просто лишних кто это по отхилу не может заменить дэйс чё у котенка победите там девка чего от его к хпс успех идти другого кого-то там кто диспеллит кто-то нормально у меня хпс для друида для дисплей поддержка нормально если мусор дисплей дать потенок хилит то толку не будет никакого он не удержит там танк не поможет предложение предложение можно попробовать с япончиком взяться в 25 будем без купола ну а я был еще не надо котенок то первый раз на ладо или нет вообще стоит сделать еще полу дойти до второй фазы хотя первое то нормально возможно что ему нечего тут хилить просто но хотя я говорил уже сколько раз замечал что рейд слабо очень поднимается после взрыва долго казума долго не прохиливали я уже консризующим хилю парни циннелек скотин по три по четыре секунды когда игрок стоит споха по это очень долго и и Продолжение следует...